Братья-месяцы Программа о названиях, приметах и преданиях 29 марта По одному из древних календарей у славян в этот период начинается или уже идет в соответствии с календой даром день богини Тары По народному месяцу слову Серапион, Савин, Тележный день Об этом дне в народном календаре лишь одной строчкой и упоминается Пришел Савин, сани покинь, телегу подвинь А чего еще скажешь? Межсезонья Ни тепла толкового, ни холода, только зябка да сыра Дороги так развезло, что на санях уже не проедешь, а в телеге еще не прокатишься Считалось, что с этого дня кончается санный путь Мужики на Серапиона занимались приготовлениями к весенним работам Первонаперво осматривали колеса, чинили Меняли износившиеся спицы, ставили железные обода Обычная крестьянская телега представляла собой Одноконную оглобильную повозку с высокими бортами Часто телега выступала в качестве меры хлеба В некоторых областях России она заключала в себе Или две копны сена, или 80 снопов озимых, или 100 снопов яровых Часто телегу называли навозницей На ней возили навоз на поля Существовали и специальные небольшие тележки с ящиком В котором возили землю или глину Грузовая телега без кузова называлась на Руси «Дроги» С дощатой площадкой наверху звалась «Полог» А повозка с сидениями и козлами Местом для МЩК просто тележка Кроме подготовки тележного транспорта к весенним работам В этот день примечали Если облака плывут быстро и высоко, к хорошей погоде Солнце в облака садится и черно, к дождю Снег скоро тает, а вода бежит дружно, жди мокрого лета На Серепиона тепло, то и вся весна будет теплой Весенняя вода течет медленно, то год будет тяжелым Ворона в луже купается, скоро тепло наступит В это время на улицу лишний раз и не выйдешь Не зная, как одеться-обуться для такой прогулки Ясно одно, пальто да шапки меховые Пора на что-то полегче сменить Пришла пора поменять одежду А зимние вещи постирав, почистив, просушив хорошенько Сложить аккуратно и убрать до следующего сезона А по одному из древних календарей у славян в этот период начинается Или уже идет в соответствии с календой даром День богини Тары Богиня Тара, Тая Астара, младшая сестра бога Тарха Названного Дождь Богом, дочь небесного бога Перуна Вечно прекрасная богиня Тара является небесной хранительницей Священных рощ, лесов, дубрав Во время своего последнего посещения Богиня Тара привезла с собой семена священных дерев И помимо тех растений, которые уже были Она насадила лесов Поэтому до сих пор Тару считают покровительницей деревьев Дающих силу священных деревьев великой расы Дуба, кедра, вяза, березы и ясеня В связи с тем, что богиня Тара вместе со своим старшим братом Тархом Дождь Богом охраняют бескрайние земли Беловодья и святой расы Данные территории называют землями Тарха и Тары То есть Великой Тартарией Кроме того, полярная звезда у славянских и арийских народов Именовалась в честь сей прекрасной богини Тара В честь богини Тары названа Ирика Исток ее в Новосибирской области В Омской области она впадает в Иртыш Сокращение от Ири Тишайшей На Таре стоит чудесная деревенька Акунёва В урочище Тары в 70-80-е годы Проводились раскопки храмового комплекса богини Тары Также в Калужской области есть город и река Таруса В Новосибирской области есть деревня Верх Тарка Много южнее течет небольшая речка Тарка На которой стоит Усть-Тарск и так далее Богиня Тара наблюдает за землей славянской И ежели случалось несчастье какое То вместе с братом своим всегда приходила на помощь А еще когда она посещала нашу землю Подсказывала людям, какие деревья необходимо использовать для строительства Кроме того, богиня Тара наказывала людям Чтобы они на месте срубленных деревьев Садили новые лесопосадки Дабы для их потомков выросли новые деревья Необходимые для строительства Любите и берегите природу земли своей Предками нам заповеданную Славяне! Братья-месяцы 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 Братья-месяцы